На сегодняшний день в России свыше 45 тысяч заразившихся за сутки, и это число неустанно растет с каждым днем. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний на зале формы вакцины от коронавируса «Карфлювек». Центр имени Гамалей испытает вакцину на основе вирусоподобных частиц при нейтрозальном введении на добровольцах. В них будут принимать участие 600 человек в возрасте от 18 до 55 лет в шести учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, а также Новосибирска и Московской областей. По словам эксперта, назальная вакцина по сути та же вакцина-спутник, только введение не внутримышечное, а ингаляционное путем вдыхания вируса. Назальные вакцины приводят к выработке так называемого мукозального иммунитета, то есть иммунитет в слизистых оболочках. Через слизистые вирус попадает в организм, и если есть иммунитет в слизистых оболочках человека, то вирусу гораздо-гораздо сложнее попасть в клетки человека. То есть такой иммунитет ставит преграду на самом первом этапе проникновения вируса в организм человека. По данным Минздрава Российской Федерации, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания. Вакцина является двухкомпонентной и вводится с интервалом в три недели исключительно лицам старше 18 лет. Однако, по словам специалиста Казанского федерального университета, назальная вакцина не является самостоятельной. Она наиболее эффективна в качестве ревакцинации. Тогда в организме человека формируется иммунный ответ, который защищает верхние и нижние отделы дыхательной системы. Сейчас я считаю, что наиболее благоприятное время для ее внедрения, потому что в сентябре, осенью этого года ожидается сезонный всплеск заболеваемости различными респираторными заболеваниями и в первую очередь коронавирусной инфекцией. Поэтому новые вакцины, которые защищают человека от самой инфекции, а не только от тяжелого течения заболевания, была бы весьма кстати. Исследование третьей в России назальной вакцины от коронавируса пройдет в двух медицинских центрах Санкт-Петербурга. Его планируется завершить до 30 декабря 2022 года. Карина Саяхова, Универньюс.